И описание сегментов очень такие, ученики восьмого класса, все дети, которые интересуются журналистикой, или там родители, которые хотят, чтобы дети научились рисовать. То есть совершенно не обязательно в описании этого сегмента будет возраст, пол или так далее. Вот есть, например, такой сегмент аудитории, на который направлено достаточно много дистанционных курсов. Называется «Я ничего не понял, дальше мы вставляем, в физике, в математике, в русском языке, в школе, мне уже 40, типа быстренько объясните мне, что там происходит». Или в литературе, или в мировой художественной культуре. То есть вот эта потребность, я нифига не разобрался, закройте мне вот эти дырки в моем кругозоре, это нормальный такой сегмент. Это может быть мальчик, это может быть девочка, это может быть 38 лет, это может быть 64 года. Ключевым описанием является вот эта вот потребность. Да, отлично. Тут, значит, каждый второй вопрос про то, будет ли запись. Коллеги, так или иначе, запись будет. Особенно для тех, кто зарегистрировался на сайте, кто прошел этот творческий путь регистрации на сайте, тот получит запись полноценную. Кто не прошел, ну, сори, тот только сможет потом на канале посмотреть некие кусочки. Видео, как я уже и говорила. Итак, у нас тут куча вопросов, помимо вопросов про запись. Оксана, как лучше понять целевую аудиторию? Например, я рекламирую курс, подробно описываю, кого я жду, но по факту они не совсем такие. Что посоветуете для быстрого анализа? И надо же как-то перекроить курс, перестроиться. Сейчас, секунду, под аудиторию или наоборот? Нина, пять секунд буквально. У Алисы, я вижу, что у нее какая-то сложность, да? Да, да. Хотела уточнить, я просто не могу внести корректив в этот шаблон. Может быть, я тогда назову группу? Нет, нет, Алиса, подожди. Стоп, 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 стоп. Алиса, ты это делаешь у себя в карте, ты это в когле делаешь. А, уже сразу там. Хорошо. Это, да, это в твоей карте, поэтому там у тебя все полные права есть. Не таблицу заполняю. Нет, 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 таблица, это чтобы я показала, как это работает, а это ты делаешь в карте в когле. Нина, я вернулась к тебе. Да, Алиса, подожди, у нас тут куча вопросов. Алиса делает карту в гугле? В кугле? Нет, в когле. Нет, в когле. Давайте я сейчас вот сюда. Подожди ты. Подожди, Нина, Нина, погоди. Не пугай людей. Когле.IT. Когле.IT. Все видите? Когле.IT. Да, это, собственно, ресурс для... Создание вот таких вот интеллект... Нет, это сервис, онлайн-сервис для создания интеллект-карт. Можно вот показать, как Алиса там работает. Это майндмэп интеллект-карты. И пока до сих пор не устоялось еще такое название для русского слуха. Их, на самом деле, таких сервисов и программ достаточно много. Просто я рекомендую этот сервис, потому что он, во-первых, сетевой. Вы в любой точке мира, опять же, с любого компьютера сможете к своим картам обратиться. И он достаточно легкий. Там нет излишних функций. Вот это просто сервис для рисования майндмэпа. Вот. Так, что-то я хотела доброго сказать. Вопрос там был про... Про аудиторию. Да, про аудиторию и про сегменты. Значит, смотрите. У меня есть дистанционный курс, называется «Мультимедийный педагог». Одним из упражнений, обязательных для всех, кто там учится, является вживую, ну, либо вживую, в смысле тет-тет-тет-тет. Можно через телефон, можно через скайп, можно в живом разговоре. Обязательно поговорить с теми людьми, кто у вас уже учился. И задать им вопросы. Чего вы ожидали от курса? Чему вы научились? Что вызывало сложности? Что было для вас открытием? И вообще, в принципе, зачем вы в этот курс входили и с каким настроением вышли? Так вот, мой опыт показывает, что даже простые разговоры с людьми дают для педагогов, ну, такие инсайты и открытия. Потому что мы достаточно редко так делаем. У нас вот эта коммуникация, вот вы пришли, отучились, я там выдал вам или выдала вам содержание, вы сдали экзамен, и обычно вот на этом и заканчивается все. Коммуникативный принцип заключает, что мы разговариваем, по честному, открытой и искренне мы разговариваем до курса, в процессе курса мы открыты для вопросов и корректировок. И в конце курса мы либо собираем сообщество всех людей, кто учился у нас вот этой теме, там, по этой тематике, либо мы, ну, там, организуем какие-то, знаете, эти точки, как уважат их в конце. Обязательно должен быть костер объединяющий, да, то есть некую такую точку поставить в конце обучения, где можно поговорить, где можно обсудить. И это очень далеко от тех тренинговых шаблонов, например, которые я тоже очень часто вижу. Ну, а сейчас расскажите, зачем вы пришли на этот тренинг. 90% ответов, познакомиться с интересными людьми и узнать что-нибудь новеньшее. Это не искренний разговор, это не, ну, как бы, это не продуктивная коммуникация, это шаблонный вопрос и получение шаблонного ответа. С людьми надо разговаривать. Когда люди, когда там вот педагоги и журналисты, и редакторы, и маркетологи говорят, надо какой-нибудь инструментарий для маркетингового исследования нашей аудитории, давайте начнем с простого, давайте с людьми поговорим. И это оказывается таким простым инструментом, но как люди его боятся? У меня даже было несколько раз, мне писали, что это, ну, типа, я же педагог, это ниже меня, что я буду спрашивать учениковки, почему они научились, что, какие открытия. То есть бывают и такие, такое представление своей роли. Вот я почему всегда показываю вот эту вот картинку, да, если понимать образование как взаимодействие, как коммуникацию, здесь важна фигура учителя, именно конкретного этого учителя, не вообще, в принципе, вычитывателя темы, а его бэкграунда, его личностных характеристик, его опыта и, там, ценности взгляда на мир. И студентам и ученикам важно это знать, важно понимать, потому что они учатся у человека, даже если они учатся через дистанцию, ну, в смысле, через какой-то онлайн, онлайн-класс. А учителю важно понимать, что это не просто ученики, которые записались, а это, там, Ирина Сусликова, которая пришла потому что вот это, потому что вот это. У меня тут, не знаю, видно, не видно, у меня вот здесь вот есть список за спиной, это те, кто учится у меня сейчас на конкретном дистанте. И всегда, когда я веду какой-нибудь дистанционный курс, у меня всегда все списки имена и, там, либо какие-то детали, либо какие-то характеристики, чем занимается, что интересно, на что фокусируется. В обязательном порядке, потому что когда я пишу комментарии, когда я пишу обратную связь на домашние задания, я обязательно смотрю вот этот вот наш лог, историю нашего взаимодействия, нашей коммуникации. Это важно, просто разговаривайте с людьми, этого достаточно для того, чтобы их начать понимать. Отлично, спасибо. Ой, что-то ты меня останавливай, мать, я же так могу трепаться вечно. Не, а мы просто пока, да, тут, собственно, все вопросы про одно и то же, про аудиторию, как понять аудиторию, как найти своего, так сказать, покупателя на курс, в широком смысле слова, да, своего ученика. Вот, поэтому в целом все вопросы сейчас вокруг этого, и пока Алиса над этим и работает, правильно я понимаю? Да, это хороший, это отличный, это хороший, хороший ракурс. Вот, видимо, люди из дополнительного образования задают вопрос про покупать курс. Хотя, если убрать вот этот флёр слова «покупать», что «а, это грязные, ужасные деньги», мы покупаем не только деньгами, мы покупаем временем, которое мы тратим на курс, мы покупаем вниманием, которое мы не стали смотреть сериал на Нетфликсе, а сконцентрировались и подарили, я как студент подарила, блин, два часа времени сегодня вот этому конкретному учителю. И это тоже покупка, и это тоже нужно иметь в виду, что ценность, ценность времени, ценность внимания, это сейчас гораздо дороже обходится, чем деньги. И поэтому моя позиция, что если мы начинаем делать курсы безличностные, ну типа по тематике, я вас научу рисовать, кто я вообще не важно. Важно, потому что учителей, которые пытаются научить кого-то рисовать, их дофигища просто, а сейчас дистантом их огромное количество. А чем вы отличаетесь, чему конкретно у вас можно научиться? Можно научиться у учителей рисования видеть тени. И умение видеть тени вокруг и передавать их на листе бумаги, это может быть отдельным курсом. Точно так же, как эти все наши прекрасные, многими ненавидимые, многими ненавидимые инстаграм-курсы, как делать правильное селфи. Ну блин, как можно курс делать про правильное селфи? Но давайте погрузимся в этот вопрос, потому что от того, где стоит селфи, куда вы смотрите, как делать, куда смотреть в зеркале, когда вы фотографируете, чтобы был взгляд зрителя, а не куда-нибудь в сторону. Там есть куча деталей, которые есть мастера, которые вам подскажут. Вот вам, пожалуйста, образовательный модуль. Берем мы философию, берем мы критическое мышление. Там вот с Денисом Грековым мы когда-нибудь сделаем обязательно суперинтерактивный курс по глубине философских размышлений. Там все равно будут... Есть мастер, есть специалист, который в этом разобрался, понял и может помочь другому человеку этот путь пройти. Но это все про живое человеческое общение. Да, отлично. Для тех, кто только что к нам присоединился по всем правилам прямого эфира, я напоминаю, что мы сейчас в формате онлайн-реалити-шоу «Мультимедийные мы» прямо сейчас в прямом эфире мы разрабатываем онлайн-курс по документальному кино для некоммерческих организаций. С нами Алиса, она в Лондоне. Она журналист и документалист. Именно она придумала курс для некоммерческих организаций, для активистов, которым хочет дать документальный фильм как инструмент. Инструмент активизма, инструмент продвижения важных общественных целей. С нами Оксана Силантьева. Она в Петербурге. Это мультимедийный продюсер. И Оксана, собственно, владеет инструментами разработки онлайн-курсов. Именно это она сейчас с Алисой делает. Ну, а я ведущая Нина Добрынченко-Матусевич. Веду прямой эфир в Фейсбуке. И отвечаю, читаю, не отвечаю, я читаю ваши вопросы, а на них отвечает Оксана. Итак, Алиса, ну что там, как у тебя дела? Да, у меня, я составила, собственно, описание аудитории, разделила его на несколько портретов, которые я здесь вижу. Возможно, многовато их получилось, аж семь штук. Вот интересно, что Оксана на это что-то скажет. Давай посмотрим, что у нас получилось. А вот смотрите, польза совместного инструмента и совместного редактирования, когда вы работаете в дистанте. Алиса делает это все по своей карте. Она разрешила мне, прислала ссылку, разрешила мне эту карту видеть. И я могу, не пересылая друг другу бесконечные бортовские документы, чем грешат многие товарищи, почту засоряют. Вот пользуйтесь совместными документами, делайте совместные тексты, монтируйте совместно видео, делайте совместные интеллект-карты. Так, давайте посмотрим, что у нас с аудиторией. Значит, сотрудники НКО. Молодые активисты, пресс-служба, опытные активисты, документалисты. Значит, вопрос на засыпку. Когда мы говорим про некоммерческие организации, ну, мой опыт личный, есть как минимум две большие категории. Есть такие организации, которые прям как юрлица, которые системно много работают, у них есть юрадрес, счет, там и бухгалтер. И есть вот то, что называется там волонтеры, общественные деятели, у которых нет юрлица. Вот в контексте этого курса тебе сотрудники НКО нужны как люди из юрлиц или другие тоже подойдут? Хороший вопрос. Я думаю, что подойдут другие, потому что сам концепт этого курса, да, он в том, чтобы люди из НКО, которые на самом деле являются обладателями эксклюзивного доступа к героям, могли без посредников создавать контент. То есть это могут делать как люди из огромных НКО, там, с тысячами, ну, не с тысячами, да, в данном случае, там, десятками сотрудников, так и, в принципе, небольшие ячейки, которые, ну, не знаю, там, люди, которые отстаивают свой сквер, почему бы и нет, если у них есть потребность создания такого контента. Тогда, знаешь, вот в правом верхнем углу у тебя, там, где менюшка, ты когда расшаривала мне ссылку, там не стояла галочка, что я могу редактировать. Открой, пожалуйста, там, где поделишка. И там есть, когда сгенерить ссылку, там рядом есть два, ну, карандашик, он либо зачеркнутый, либо не зачеркнутый. Так, что-то я тут... Сейчас тогда, погодите, я... Сейчас я покажу. Значит, поделиться этим Когл. Да, да, поделиться есть. Новая ссылка. Дальше новая ссылка. Вот, и когда ты на новую ссылку наводишь, тут есть корзина, копировать и карандашик. А у меня вот нет карандашика почему-то. Может быть, это версия какая-то дополнительная? У меня две, две иконки, к сожалению, есть. Ну, ладно, две иконки. Так, ладно. А может быть, я тогда буду... Да, тогда я буду говорить. Да, я буду говорить, а ты тогда чуть подправляй. В центральной серой мы меняем сотрудников все-таки на активистов. Со всеми оговорками, то есть мы внутри с тобой договариваемся, что активистами могут быть далеко не только сотрудники. Все-таки самым сотрудникам предполагает. Да, и вот тут даже нам пишут, что еще могут быть инициативные группы. Да, то есть вот история про... Нам важно не то, что он имеет отношение к юрлицу, потому что слово сотрудник все-таки предполагает какие-то зависимые отношения. Вот. И у слова активисты, вот чем, блин, у нас плохо с русским языком, у нас каждое слово за собой тянет такой кусок смыслов, не всегда точных. Может быть, представители НКО. Представители могут быть, наверное, и... А представитель тоже должен быть афилированный. Не, понимаешь, Алиса, представителем НКО может быть бухгалтер благотворительного фонда, а ведь не он является твоим учеником и пользователем твоего курса. Ну, только если... Давай разведем, значит, сделаем две ветки из аудитории, из центральной сделаем две ветки. Одна называется сотрудники НКО, а если ты в конце, на конце уже цветной веточки нажмешь на плюсик, оно тебе будет дальше ветвиться. И вот сотрудники НКО и перенесешь туда всех, кто вот именно к формальной структуре относится. А отдельно вот активисты, они будут вот молодые активисты туда, волонтеры туда пойдут, клиенты НКО туда пойдут, потому что они не сотрудники, а наоборот благополучатели. И, например, там вот документалисты. То есть таким образом мы разделим их на две по принципу аффилированности с юрлицом, ну, там, условным юрлицом, с неким брендом НКО. Потому что я, например, не сотрудник НКО совсем, но я бы с удовольствием, я как человек, беспокующийся и переживающий за всякие социальные тематики, я бы пошла на этот курс, чтобы научиться делать, ну, я знаю две темы достаточно хорошо, могу про них снимать, но при этом я не являюсь никаким сотрудником. Нина, давай голосовать! Друзья мои, да, я и хотела сказать, давайте, пока вы работаете над целевой аудиторией онлайн-курса по документальному кино, курс, который мы сегодня разрабатываем в прямом эфире благодаря Алисе и Оксане, давайте-ка запустим голосовалочку. Дорогие мои, нас тут очень много в прямом эфире, и нам бы понять вашу боль тоже, может быть, мы как-то скорректируем свое движение. Итак, давайте-ка голосовать. Сейчас мы тут нажмем специальную кнопочку. Голосование у нас первое. Так, сейчас, вот, как изменилось ваше отношение к дистанционному обучению за время пандемии. Друзья мои, значит, те, кто смотрит нас на платформе, вот на этой, мультимедийные мы, образовательно-показательные онлайн-реалити, можете голосовать. Собственно, отвечайте на вопрос, как изменилось ваше отношение к дистанционному обучению за время карантина, за время пандемии. Те, кто смотрит нас в прямом эфире в фейсбуке, в моем аккаунте, можете писать прямо в фейсбуке, прямо в прямом эфире мне, и мы попробуем подвести итоги и посчитать сразу из двух источников. Итак, изменилось ли ваше отношение к онлайн-образованию за время пандемии? Да или нет? И если изменилось, то как? Да, то есть вы полюбили дистанционное образование, вы возненавидели онлайн-образование, вы подписали петицию против онлайн-образования, вы никогда в жизни ребенка не отдадите, будете учить его дома, сами, и никогда не отдадите его в онлайн-школу. Или наоборот, вы поняли, боже, какое счастье, какая прелесть, все эти онлайн-курсы, онлайн-школы, онлайн-тьютеры, онлайн-педагоги, боже, прекрасный новый мир. Голосуем. Нина, я прямо чувствую, что у тебя боль. О, это моя боль, слушай, образование вообще моя боль, понимаешь? Поэтому, мало того, что да, как матери, как продюсера, как теперь еще директора, понимаешь, целой сети детских центров дополнительного образования, про что у меня, кстати, есть еще отдельный вопрос, про эмоциональный интеллект. Я его приберегла и задам вам, коллеги. Вот, поэтому, да, поэтому так, голосуем. Значит, я тут, мой коллега помогает мне тут с голосовалкой и с просмотров, с просмотром результатов, я уже заговариваюсь. Да, как дополнительное образование, это удобно, есть такое мнение. Я пока не буду ни соглашаться, ни не соглашаться, вот. Да, и пока не буду вам показывать результаты голосования, но мы некоторое время поголосуем, да, то есть нужно некоторое время, чтобы люди переключились, например, из оранжевой комнаты в бирюзовую, или наоборот, переключились на голосование, нажали кнопочку. Вижу в этом много позитивного. Не нравится, но куда деваться. Не нравилось раньше, не нравится и сейчас. Не нравилось раньше, но сейчас стало интересно. Вот такие четыре версии ответов у нас на платформе. У меня в Фейсбуке вы, соответственно, можете более развернуто отвечать, писать свои истории. Я с удовольствием их зачитаю в прямом эфире. Так, что еще я хотела сказать. Пока Алиса продолжает работать над аудиторией своего курса, напоминаю, что очень важно ответить на вопрос, кто ваши ученики, для кого вы делаете курс или класс, или, я не знаю, какой-то, что там еще бывает, школу, да, то есть для кого, кто, кто этот человек. Посмотрите мысленно ему в глаза и сформулируйте портрет этого человека, которого вы хотите учить, если вы педагог и разрабатываете какой-то онлайн-курс. Так, пока у нас нажимают кнопочки на платформе, значит, коллеги пишут в Фейсбук. Гуля, я разрываюсь между комнатами, хочется сразу все. Интересно? Нужна необычная онлайн-площадка, а просто супер. Оксана, это тебе. Это действительно происходит какое-то чудо. Значит, пожалуйста, друзья, кто не в Фейсбуке, а кто смог пройти этот креативный путь и зарегистрироваться на вот этой нашей платформе, тот получит запись, во-первых, нашего сегодняшнего эфира, а во-вторых, тот может нажимать кнопочки и переключаться между комнатами и, значит, нажимать там кучу-кучу всяких кнопочек, чтобы посмотреть, как Илья и коллеги скрайбят и обсуждают свой опыт дистанционного обучения. Мне при этом, Илья, я напоминаю, в Израиле, а наши девушки в скрайбере в Краснодаре. Вот, мы есть в оранжевой комнате, я в Москве, на Волгоградском проспекте, Оксана в Петербурге, Алиса в Лондоне. И все мы дружно. Друзья, кстати, пишите, а вы-то, вы-то где, вы-то откуда все? Рассказывайте нам. Кстати, история про разрываясь между комнатами, это тоже один из методов педагогических, которые можно использовать в курсе, потому что, когда педагог выстраивает линейно все то, что он хочет сказать, у ученика, у студента, причем это же мы не берем возраст, это не важно, это младшие либо взрослые, либо молодые люди учатся, не вырабатывается умение расставлять приоритеты. То есть, конечно, что-то там, вот сюда я не пойду, а сюда я здесь просплю, а вот здесь я проигнорирую домашнее задание, на этом уровне наши приоритеты мы умеем ставить. А вот когда вот это является частью образовательной среды, что у тебя есть возможность, ты можешь выбрать свой собственный путь, ты можешь выбрать свой набор тематических модулей, ты можешь в это погрузиться на разный уровень глубины. Мы, как педагоги, можем спроектировать такую систему и дать человеку возможность выбирать самостоятельно. Что получается, когда такую систему проектируешь, и туда приходят люди с нашим классическим линейным опытом обучения. Когда вы мне скажите, там, мной руководите, напоминайте мне про дедлайны и так далее, происходит слом очень серьезный, и эмоции там прут, потому что как, почему я должна выбирать между там вот разными, дайте мне вот все по порядку. Нет, в мире не бывает все по порядку. Мир достаточно такой разрозненный, и чем мы занимаемся и в образовании, вообще в медиа, вообще в коммуникациях, мы нанизываем эти кусочки смыслов на свою собственную леску, мы собираем свою собственную эту коллекцию, коллекцию смыслов, ценностей и знаний. И никто извне не должен за нас вот эту вот работу делать, за нас формировать вот эту цепочку. Это наш путь, мы должны сами это все собирать. Если мы как педагоги не даем возможности этого учиться, то наши ученики этого не умеют. И тогда мы говорим, когда приходят мои прекрасные студенты на первый, на второй курс, они не в состоянии спланировать свою деятельность. Это значит, что там предыдущий опыт человек прожил на всем готовом, на всем готовом расписании, на всем готовом режиме дня. И это навык, который не развит, а он очень-очень сильно нужен, особенно в таком информационном мире взорванной библиотеке, в которой мы с вами находимся. Да, согласна, я надеюсь, про навыки мы еще отдельно поговорим. Смотрите, предлагаю подвести итоги голосования. И у меня в Фейсбуке, в прямом эфире, и у нас на платформе. Да, и вернемся к Алисе, которая вот прямо сейчас, в прямом эфире, разрабатывает свой онлайн-курс по тому, как создавать документальное кино. Но не просто документальное кино, а документальное кино как инструмент для активистов, для некоммерческих организаций, для общественных деятелей. Нам тут передают привет из Осетии, из Красноярска, из Москвы. Боже, какое счастье! Итак, друзья, подводим итоги голосования, показываю всем, кто смотрит меня в Фейсбуке, чтобы, да, вот видели, коллеги, результаты. Итак, как изменилось ваше отношение к дистанционному обучению за время пандемии? Вижу в этом много позитивного. 69%! Не нравится, ну куда деваться? 4%. Не нравилось раньше, не нравится и сейчас. 4%. И, наконец, не нравилось раньше, но сейчас стало интересно, 22%. Ну, конечно, на самом деле, у нас просто такая особая выборка, потому что зрители, которые сегодня с нами, естественно, так или иначе, либо работают, либо вовлечены, либо увлечены онлайном. Поэтому вот такие у нас результаты голосования, вот уже даже 70% наших участников видят в этом много позитивного. В это время в Фейсбуке пишут, что да, многие пробовали и даже вполне себе неплохо, но есть вещи, которые передаются из рук в руки, из рук в руки, и с этим пока не совсем понятно, что делать. И вот так как раз мне говорят все мои управляющие детскими центрами по развитию эмоционального интеллекта. Ну, надеюсь, все-таки мы на это поговорим. Поговорим обязательно, да, поговорим. Значит, что у нас получается? Я смотрю на то, что Алиса развела в разные стороны разные сегменты. Значит, вот это как раз показывает, да, вот сейчас то, что мы с вами видим, это как раз показывает, что даже если кажется, ой, много сегментов, много разных типажей, их все равно можно там либо укрупнить, либо в какие-то кластеры объединить. В данном случае там вот раздел у нас лежит у принадлежности к той или иной НКО. Значит, мы сейчас на этом этапе остановимся и пойдем дальше, потому что в зависимости от того, к какому сегменту мы будем обращаться, у нас по-разному сформулируется структура курса. Значит, Алиса, давай посмотрим на вот эту схему, на твою, и расскажи мне, пожалуйста, ты этих людей достаточно хорошо знаешь, расскажи, что мотивирует людей из вот этой социальной, ну, даже не социальной, да, общественно-активной среды, что мотивирует их снимать или что может замотивировать их снимать кино документальное. Да, поскольку я могу пошарить экран, на секундочку переключимся просто на ленту Facebook, я покажу буквально на секундочку вот ленту ООН женщины. И вы видите здесь, что если посмотрите ленту вообще многих уважаемых, в принципе, крутых организаций, то очень часто они используют видеоконтент. Причем это настолько масштабные форматы, настолько как бы он постребован, что моя лента Facebook, я слежу очень внимательно за тем, что делают НКО во всем мире, это просто подборка видеороликов. И как это работает? Это эмпатия, которая включается практически мгновенно, это очень короткие, там, большие ролики, которые рассказывают и организации, и о той ситуации, в которой люди оказались. Поэтому, отвечая на вопрос, зачем, можно сказать так, что в первую очередь это прямая эмпатия, а именно НКО – это те люди, которые ближе всего к источнику голоса. То есть эксклюзивность доступа к герою НКО не может сравниться ни с кем. Конечно, это поднимает вопрос, этики общения, да, но мне кажется, что НКО даже как раз в этом вопросе и, наверное, больше знают, чем журналисты, о том, как выстроить общение с героем, чтобы с клиентом, если он может быть героем вот подобных проектов. Зачем еще? Кроме того, мне кажется, что важно показать уникальные голоса. Многим журналистам просто, в принципе, сложно добраться до некоторых героев НКО. И третий вариант – это, я думаю, что, в принципе, важно… Это может быть инструмент фандрайзинга для НКО. Это может быть… Это может усилить питчинг. То есть, когда, допустим, какая-то история предлагается медиа, можно предложить вот видеоконтент, и медиа гораздо лучше будет понятна, о чем идет речь, и они возьмутся за эту историю, а то и вообще возьмут контент. Вот, что еще? И я думаю, что для отчетов это тоже может быть интересным форматом. Вот примерно эти причины, мне кажется, могут быть для НКО интересны. Я подняла, я записала. Сейчас, значит, смотри, какой вопрос. То есть, это то, что ты предполагаешь, или то, что ты знаешь, у них это уже сформированная потребность, они уже понимают это? Да, действительно, так повезло мне поговорить с некоторыми представителями НКО. Надеюсь, что я еще продолжу эти разговоры. Участие НКО сформулированное. Запрос, но у немногих. В принципе, у крупных НКО, которые, в принципе, уже и так работают в мультимедийных форматах, которые экспериментируют с подкастами, со социальной рекламой, вот, они уже понимают, что, может быть, пора двигаться дальше. Вот. Ну, не все. Ну, не все. Я бы сказала, наверное, процентов 20, потому что понятно, что видео в контент, он один из самых затратных по бюджетам, поэтому еще пока останавливает. А вот в этих, кстати, вот то, что ты показывала ленту Фейсбука, вот этот видеоконтент, это профессионально снятые по заказу ролики или это то, что снимают сами сотрудники в полях? Прелесть как раз демонстрации в соцсетях в том, что даже ролик, который снят на не самую крутую технику, даже на какой-то айфон, может быть использован для создания довольно качественных роликов. Естественно, это не фестивальное кино, которое будет показано огромным экране размером с трехэтажный дом, а вот именно социальные медиа. И в этом смысле как раз идея курса в том, что довольно мало в его рамках будет разговоров о технических аспектах. То есть участникам будет достаточно, допустим, иметь камеру телефона для того, чтобы попробовать и поэкспериментировать с этим форматом. Тогда, смотри, ты сейчас произносишь уже важную характеристику, которая вполне пойдет и в описание курса, и как раз послушать вот этим водоразделом. То есть если мы говорим, что это документальное кино для активистов НКО, снимаем только на смартфон, то уже вот эта вот картинка, вот эта вот граница, она сразу отделяет тех людей, кто хочет снимать фестивальное кино, сразу отделяет тех, кто хочет заниматься профессиональным видеопродакшеном на большие ужасные камеры страшные, отделяет тех, кто документальное кино понимает как, ну не знаю, режиссуру профессиональную, да, вот как учат у Разбешкиной, да, в школе. То есть если мы произносим слово смартфон, мы таким образом как раз вот это уже отделяем группу. Это тоже один из принципов сегментирования, это отлично. Хок. Следующее. Вот когда мы говорим про всю пользу вселенскую, которую мы нанесем этим курсам, и потом наши студенты нанесут это миру, а чего боятся потенциальные студенты в отношении этой темы? Какие у них есть страхи предсказуемые? Ну, главный предсказуемый страх, если мы говорим про НКО, это как раз то, что это будет проделано впустую, то есть будет выделено какое-то время, бюджеты, НКО, да, допустим, а охват аудитории будет сравним с тем, чтобы написать новость. Это, я думаю, страх, который, мне кажется, можно разбить как раз, и это тоже одна из задач этого курса – показать, что можно делать видеоконтент, который просто сущность самого кино, она, конечно, в том, что провоцирует больше эмпатию, чем другие типы контента. По крайней мере, это мой взгляд и мой опыт лично. Какой еще страх есть? Ну, есть страх именно того, как сложится сотрудничество, наверное, непосредственно, вот, если мы говорим, что этот человек не из НКО, то есть мы сейчас разделили аудиторию курса на две части, если это снимает сторонний человек, то есть волонтер НКО или документалист, который хочет сотрудничать, или молодой активист с навыками, да, что, как бы, будет ли НКО заинтересовано в том, в той попытке сделать такой контент или нет. То есть вот эта ниточка, которая связывает как раз НКО. И действительно надо сказать, что были разовые такие ответы, которые я слышала от некоторых НКО, что они очень понятны, зачем это надо, то есть тратить много времени, много денег, а потом, если, типа, не дуть снимает, то, условно говоря, зачем нам нужен такой документальный фильм? Я действительно слышала такие ответы, и, наверное, можно понять тоже НКО в этом смысле. А нет страха, что, ну, типа, вот, есть люди, которые текстовые, которые думают текстами, умеют их писать, ну, даже в рамках информашки, там, отчета или афиши мероприятия, а вот, типа, снимать – это слишком сложно, мы не освоим это. Да, я думаю, что такое есть, у меня такое было. Можно даже, я вмешаюсь, даже больше не снимать, а монтировать. Вот я, например, по себе знаю, что, ну, снять я сниму, а потом это же надо как-то еще смонтировать, чтобы получился действительно хороший, там, документальный фильм. Вот, мне кажется, страх, страх есть еще монтажа. Я думаю, что да, вот смотрите, у нас, почему мы так сильно и глубоко погружаемся в нашего Винни-Пуха, да, в наших людей, с кем мы будем взаимодействовать. Потому что, предвосхищая их страхи, мы можем положить соломку, да, то есть мы можем, мы в описании, в лендинге, в объяснении, в вебинаре, который мы бесплатно сделаем перед курсом, мы сможем заранее сказать, ребята, вы думаете, что, там, вы текст умеете писать, вы думаете, что монтаж – это сложно, я вам сейчас покажу базовые вещи, вы сможете это делать прямо сейчас. Снять вот этот вот первоначальный страх. Дальше, про зачем мы можем взять цитаты тех людей, кто уже понял, кто для себя уже ответил на этот вопрос «зачем?». Если они будут из значимых авторитетных отраслей, да, из значимых авторитетных НКО, то вот этот авторитет может убедить человека, что, ну да, значимость есть, просто мы это еще не пробовали. То есть, зная страхи, мы можем заранее на них отвечать в анонсе, в лендинге, в беседе, в ответе на вопросы и так далее. Поэтому вот страхи очень и очень важны. Почему важны, собственно, вот эти мечты и про уникальные голоса, про файнтрайзинг, про эмпатию и так далее? Это некие представления о прекрасном будущем, в которое эти люди верят. И что такое курс? Курс – это инструмент прийти из вот этих вот страхов к приблизиться вот к этой картинке, в которую люди верят. При этом вот мы сейчас говорим про документальные фильмы и НКО. Это абсолютно точно так же работает со всей тематикой, с любой тематикой учебной. Я вот сейчас умею делать вот это, у меня какой-то набор, набор навыков. Но я себе представляю, и дальше пошла картинка прекрасного будущего. И зная эту картинку, зная страхи, мы, собственно, простраиваем всем курсом, мы простраиваем дорожку, что тебе нужно, как тебе нужно натренировать мозг, ручки, там, рот, если надо разговаривать. То есть каким навыком ты должен научиться для того, чтобы приблизиться вот к той картинке, в которую ты веришь. Если этого нет, если нет понимания, какие они сейчас и о чем они мечтают, тогда курс называется этим, как там, пушки по воробьям. То есть мы что-то делаем, а дальше под курс, под наш, который мы сами себе придумали, нафантазировали, мы пытаемся загнать туда людей. Вот это неправильная стратегия. Понять, для кого вы это делаете, как только вы поняли сегмент, как только вы поняли, чем они живут, о чем они мечтают, о чем они боятся, вы можете этот сегмент дальше целенаправленно искать. А когда, где бы мне найти аудиторию для курса, что очень часто происходит с создателями, Алиса, это не про тебя, а это про них, вот тех других плохих. Это как раз ошибка концентрации на контенте, а не на тех людях, кого мы учим. Так, я это все записала, это хорошо. Значит, дальше, дальше, следующий наш этап, это мы проговорили, это мы проговорили. А, вот еще важный вопрос, Алиса, мы поговорили про Винни-Пухов. А твоя мотивация в чем? Вот зачем ты хочешь на это тратить время, и ладно, ты потратишь сейчас время на создание курса, но ведь потом-то его надо будет вести, с этими людьми-то надо будет взаимодействовать, что тобой движет. Спасибо. Спасибо.